приветствую вас дорогие друзья вы на канале в алекса сразу оговорюсь что для тех кто не подписался пожалуйста подпишитесь поставьте лайк и напишите комментарии если вам не сложно если общий расклад срезонирует с вашим положением с вашей ситуации до подписывайтесь на мой канал и это у нас общий расклад общий расклад просматривается тогда когда ситуация навязчиво крутится в вашей голове вопрос не дает вам с особой периодичностью покоя и вдруг это видео мое или какое-то другое видео че-либо до попалась с общим раскладом вам на глаза тогда это подсказка от высших сил это видео обязательно нужно посмотреть от начала до конца и сделать выводы тема нашего сегодняшнего гадания анализ ваших отношений в которых вы находитесь сейчас загадывайте себя партнером номер один или партнером номер два потому что на столе будет пять карт которые будут символизировать первого партнера второго а что было между этими партнерами что есть и что будет на ближайшем будущем и так анализ отношений хочу добавить что партнерство может рассматриваться и как деловое не только как в личных отношениях любовной сфере но и как деловое партнерство и так задаем колоде вопрос анализ отношений загадывайте сферу анализ ваших отношений на данный период времени анализ ваших отношений с партнером на данный период времени напомню расклад общий касается любой сферы партнерства анализ отношений между вами вашим партнером на данный период времени анализ отношений между вами вашим партнером на данный период времени карта тасуется колода тасуется легко будем надеяться что расклад получится положительный позитивный хорошим итогом и так он сразу выскочила неожиданно карта медведь анализ отношений между вами и вашим партнерами ведь хорошая карта и так первый вопрос расклад всего на пять карт первый вопрос как уволь себя позиционируете этих отношений и выпадает карта аисты если а мы говорим об отношениях семейных то вы человек семейных семейных либо хотите создать семью либо мечтаете создать семью да вы человек уюта комфорта вы человек тот которому можно доверять который готов нести ответственность за отношения которые готов уже созрел если у вас нет семьи уже созрел к созданию семьи возможно в некоторых вариантах я даже скажу а может быть если это загадала женщина возможно вы беременны до карта аисты тоже символизирует беременность возможно вы беременность и даже еще об этом не знаете поздравляю вот такое вот у нас первый партнер всего скорее этого если вы себя загадали первым партнером смотрим как себя позиционируют в отношениях а да кстати простите не сказала по деловой сфере если кто-то загадывал на деловую сферу то карта аисты говорит о возможной командировки возможно том что вы если вы загадали себя под номером один а планируете командировку либо предстоит у вас какая-то командировка какое-то перемещение какое-то движение естественно движение вы знаете для развития для лучшего для комфорта для лучшего для благосостояния того дела в котором вы участвуете и так как позиционирует ваш партнер себя в этих отношениях достаем вторую карту и выпадает карта клевер ну что ж замечательно ваш партнер по карте клевер человек очень удачливый человек очень удачливый и человек который умеет знаете исполнять чужие желания умеет даже находить деньги на дороге возможно умеет а вовремя схватить удачу за хвост распознать где будет прибыль где его ожидает удача где нужно поступить так чтобы оказаться в выигрышной ситуации это очень хорошая карта карта везения карта удачи что было между вами в прошлом также а простите все время забываю деловую сферу также карта клевер а говорит о том что если вы загадывали на партнера в деловой сфере говорит о возможной какой-то премии получение денежной премии получение какого-то вознаграждения какого-то сюрприза который в будущем будет благоприятен для развития этих отношений деловых да возможно какое-то знаете совместный начало совместного проекта да предложит вам партнер ваш деловой вот это все по этой карте и так давайте что было в прошлом и выпадает карта рыбы самая одна из самых замечательных карт которая говорит о том что были огромные чувства страсти мордасти был начиналось все понимаете взаимности рыбы это прибыль рыбы это улов то есть в прошлом оба партнера когда встретились и слышали получили очень хороший эмоциональный всплеск завязка было на эмоциях на страсть ах хватало на время не на эти отношения то есть все по отношения развивались комфорте хватало на эти отношения времени хватало денег на эти отношения хватало желание было до продолжать эти отношения Очень хорошая завязка. Что касается деловой сферы, то по карте рыбы я могу сказать, что было какое-то серьезное вложение финансовое между двумя партнерами, да, и один партнер, ну вот первый, который по аистам у нас проходит, да, немножечко несет больше ответственности, а второй его как бы подстрекает, как бы руководит, ну, руководит, говорит, вот это надо делать, так будет лучше. И в принципе, в принципе, это все было очень хорошее вложение, очень эффективное вложение. Давайте смотреть, что в настоящем. В настоящем у нас выпадает карта змея. Карта змея, карта мудрости, карта, если говорить об отношениях, возможно, вы получите совет от каких-то старших родственников, да, по карте змея. У кого-то может проиграться такая неприятная ситуация, как измена, да, если кто-то находится в состоянии подозрения, то, возможно, да, измена со стороны партнера, она существует. Вариант по деловой сфере карта змея может означать, что ваш партнер или ваш проект, который, возможно, знаете, перетягивание одеяла на себя. Потому что, по большому счету, змея у нас не только отожделяется как с мудростью, как с пониманием, но иногда и как скрытого врага. Поэтому проверяйте любую информацию, что касается деловой сферы, да, да, в принципе, также и личных отношений. Проверяйте любую информацию, просматривайте, просчитывайте возможные варианты развития событий, можете обращаться ко мне в случае чего, да. Вот, но если все-таки в плане совета, да, хоть в личных отношениях, хоть в деловой сфере поступит какой-то совет от человека старшего по возрасту, да, то тогда стоит прислушиваться. Эта карта уже будет говорить о том, что совет мудрого человека вам будет дан для того, чтобы все было лучше, да, в вашей жизни. Ну и давайте карту итога посмотрим. Пятая карта, карта итога. Карта итога у нас птицы. В ближайшем обозрении, в ближайшем будущем птицы у нас, во-первых, всегда символизируют пару, да. То есть, если вдруг вы подумывали о том, что, а вдруг мои отношения будут разорваны, или вдруг я потеряю этого партнера. Нет, карта птицы говорит о том, что люди останутся в партнерстве. Пара, видите, здесь две птички вот таких вот нарисованы, да, и даже третья у них есть. Партнеры останутся в партнере, независимо от того, деловая это сфера или личности. Но кто-то будет много говорить, кто-то будет много чего-то обещать, кто-то по этой карте будет много, может быть, даже и оправдываться, если какая-то негативная окраска существует в отношениях. Если вы в отношениях не состоите, а, допустим, ну, может быть, была какая-то ссора, да, это тоже вот по рыбам эмоциональной окраски, да, из-за какого-то вмешательства третьего лица, да, ваши отношения по карте змея, то от своего партнера вы можете ожидать звонка, вы можете ожидать сообщения по карте птицы, вы можете ожидать того разговора, который должен был случиться, да, из-за того, что произошло. Вот такая вот тематика. И по деловой сфере карта птицы у нас также может обозначать переговоры. Переговоры в деловой сфере, но тогда я вам хочу сказать, что по карте змея на этих переговорах держите ухо востро. Не вся информация будет, будет много информации вывалено прямо в вылета на вашу голову, но не вся информация будет достоверной. Поэтому просчитывайте, будьте осторожны. И я вот прямо вижу, у меня тут рисуется ситуация, да, был вложен, про деловую сферу, были вложены деньги, да, и кто-то начал тянуть одеяло на себя. И по этой теме будет разговор, да, второй партнер это заметил, по этой теме будет разговор, разговор будет серьезный. И поэтому нужно подготовиться, нужно подготовиться. Ну вот, друзья, еще раз напомню вам, для тех, кто не подписался, подпишитесь, прожмите колокольчик, приходите ко мне на стримы, там я гадаю онлайн. Можете задавать вопросы. И пока-пока!